В зале 10-й школы тянулись к потолку шарики в виде золотых звезд, среди которых яблоку было негде упасть. Из всех поселений Ленинского района приехали школьники и преподаватели поддержать своих получателей стипендии главы муниципалитета и губернатора Подмосковья. А каким нужно быть, чтобы получить стипендию? Ну а ты сам как думаешь? Думаю, умным, сильным и талантливым. Совершенно верно. Тот случай, когда просто сказка сказывается, да не просто дело делается. И хотя стипендия вручается с 2007 года, а ее получателями за это время стало 750 человек, тем не менее быть стипендиатом – своеобразный символ признания. И отрадно, что талант многих детей отмечается из года в год. Мне выпадает честь в третий раз вручать эту премию. Я увидел повторяющиеся фамилии наших замечательных спортсменов. Наших замечательных, не побоюсь этого слова, деятелей культуры и искусства, которые, пусть еще и очень юные дарования, но они уже известны не только на территории нашего района, а далеко за пределами нашего родного Подмосковья, а некоторые известны за пределами Российской Федерации. На сцене сегодня чествовали победителей научных олимпиад по самым различным дисциплинам, участников творческих коллективов, которые отличились на конкурсах и фестивалях, обладателей спортивных побед. И эти достижения в том числе тех людей, которые воспитывают детей. Самое главное в нашей жизни, чтобы эти люди вырастали, работали, становились знаменитыми людьми, умными, образованными и делали все для блага любимой страны, любимой России. В этот раз 61 человек получили стипендии главы Ленинского района, еще 10, губернатора Московской области. Среди них был и Максим Панов. При этом он выступал и в качестве соведущего церемонии. Именно поэтому Максим волновался немного больше. Волнительно, очень волнительно. Общался достаточно много, репетировали мы мало, мы порепетировали три раза. И у нас вроде все получилось. Все получилось в этот раз еще у 70 человек, которые поднимались на сцену. На вопрос, много это или мало, глава района отвечает однозначно. Я бы никогда никому не советовал считать по количеству. Все-таки определяет все качество. А у нас очень качественное образование, у нас замечательная культура, и у нас очень хороший спортивный потенциал в районе. В конце церемонии по традиции Олег Хромов поставил свою подпись в специальной книге почета под списком тех, кто получил стипендию. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видно этого.